ПЕСНЯ Но не только ради победы начинающие исполнители выходили на сцену Видновской детской школы искусств. Цель участия во всероссийском конкурсе сольного академического пения у них намного масштабнее. Современная музыка, она несколько далека от классики. Мне хочется вернуть классики. Ну, я, конечно, может быть, не смогу этого сделать одна лично, но хотя бы какой-то вклад внести в то, чтобы классика более стала распространена и популяризирована. Глядя на то, как участники ведут себя на сцене, а ведь им приходилось проживать каждую композицию, как двигаются и, главное, какими голосами поют, понимаешь, у этого поколения представителей сольного академического пения есть все шансы сделать классику популярной. Александра Мальченкова поет с раннего детства. Однако профессионально заниматься вокалом девушка начала только в третьем классе. Тогда она поняла, музыка доставляет ей удовольствие, которым хочется делиться со слушателями. Закончила колледж при консерватории и сейчас берет частные уроки. Свою жизнь Саша планирует связать с творчеством. Я собираюсь поступать в ГИТИС, разумеется, поступить, найти успешную, хорошую работу, работать, петь в театре. По словам участников конкурса, немаловажную роль при выступлении играет то, в каком зале ты выступаешь. От сцены видно в Скадыши исполнители были в восторге. Все располагало раскрыться и показать себя с самой лучшей стороны. Застеприимно, все замечательно. Школа потрясающая. Жюри приветливые. Все очень понравилось. В планах у организаторов развивать конкурс и выводить на международный уровень. Конкурс совершенствуется, выходит на новый уровень. Это уже говорит о том, что профессионализм участников растет. Показывается очень много талантливой молодежи с хорошими голосами. Это, по-моему, самое главное для того, чтобы в России не терялась вот эта традиция по отбору, по поиску талантливой молодежи с хорошими голосами. Это очень важно для нас. Всем участникам были вручны благодарности, а исполнителям, которые заняли призовые места в Кубке победителей. Юлия Погосян и Адамия Екатерина Чернышева, Видное ТВ.